Время новостей на телеканале Оркен Медиа. О событиях к этому часу расскажут наши журналисты и я, Виктория Буханцева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Зима среди лета. На Балхаш обрушился град. Урезали. В этом году в Балхаше отремонтируют 8 дворов вместо планируемых 14. У нас каждый житель неравнодушен к этому. Памятный турнир. 180 спортсменов из России и городов Казахстана соревнуются в Балхаше в карате Дошатакан. Зима среди лета. На Балхаш обрушился град. Дождь со льдом прошел в пригороде. Отдыхающих такие капризы природы удивили, а дачников и садоводов привели в негодование. Урожай погиб. Подробности в сюжете. А все сломано. Здесь вообще ничего нет. Жительница станции Балхаш Надежда Мясникова показывает то, что осталось от ее огорода. Вчера около пяти часов в районе начался дождь с градом, который шел почти 20 минут. Льдинами величиной с горошину в несколько сантиметров засыпало весь участок. Урожай, по словам женщины, безвозвратно погиб. Думала, ну все, теперь будет урожай хороший в этом году. И ранний у нас будет урожай, потому что рано помидорки уже пошли, огурчики начались. Пришла, здесь все, как снегом. Град лежал в орыках. Все, это уже не на что смотреть. Палки одни и все. Ледяные осадки пришли не только на станции Балхаш, но и на загородных трассах. В город град не дошел. Такой холодный сюрприз в середине лета удивил местных жителей. 25 июня 2018 год, город Балхаш, Карагандинская область. Снег выпал. Только вот не полчаса назад мы плавали на озере Балхаш. А сейчас смотрите какой снег. По прогнозам синоптиков, вся эта неделя в Балхаше будет дождливой. Возможен снова град. А первая неделя июля будет жаркой. На эту неделю, вот я вам сказала, что она дождливая, с грозами, градовые явления ожидаются. Температура ночью, ну, в пределах 10-15, а днем 20-25 тепла. Это у нас северо-западный закон атлантический пришел. Он принес с собой хорошую влагу, угрозы. Вынос холодных воздушных масс произошел с севера, поэтому мы вот и стали ожидать грады. В этом году в Балхаше благоустроят 8 дворов. Изначально планировалось, что в 2018-м ремонтные работы проведут на 14 придомовых территориях. Почему список сократили и какие площадки исключили из благоустройства, узнавали наши журналисты. Во дворе дома номер 35 по улице Ленина почти две недели трудится строительная бригада. Сейчас работники укладывают брусчатку. После начнут устанавливать столбы освещения, лавочки и урны. Обещают подключить поливную систему. Во дворе растут многолетние деревья, и по просьбе жителей мы решили провести поливную систему к ним. С двух сторон проложим больше 70 метров труб и установим отдельные краны. Эта придомовая территория вошла в список 14 домов, которые будут благоустраивать в 2018-м году. Жители многоэтажки радость не скрывают, но признаются, реконструкцию дворовой площадки в этом году не ждали. Из-за своеобразия, так сказать, нашего двора, тут практически ничего невозможно было сделать. И поэтому для нас это явилось, ну лично для меня, явилось это большим сюрпризом и очень приятным сюрпризом. У нас каждый житель неравнодушен к этому. Каждый житель. Молодцы, ребят. Да, и работают они вот с утра до позднего вечера и, в общем-то, идут навстречу нашим всем пожеланиям. Напомним, в 2015 году утвердили список благоустройства дворов сразу на несколько лет. Но в 2016-м средства из бюджета не выделили и ремонт шести площадок отложили на следующий год. В 2017-м их отремонтировали, но перенесли остальные 14 дворов. В этом году по плану благоустроят 8 придомовых территорий, 6 снова перекинут. В итоге в списке благоустройства на 2019-й год теперь ждут в своей очереди 19 дворов. Всего в Балхаше 160 придомовых площадок. На сегодняшний день из них благоустроили уже 50. Ремонт остальных территорий по плану должны закончить до 2026-го года. Акмарал Хасина, Сирик Ксибай, Пуркинмедиа. Состояние путей назвали основной версией крушения пассажирского поезда в Жамбулской области. Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбеков прокомментировал ход следствия. Напомним, 17 июня близ станции ШУ пассажирский поезд сообщением «Астана-Алматы» сошел с рельсов. В результате происшествия погиб 12-летний ребенок, пострадали 22 человека, в том числе и балхашцы. Первой версией аварии назвали столкновение с грузовым составом, позже ее опровергли. Сейчас основной причиной считается состояние путей. Весной на том участке проводили ремонт. Подробные обстоятельства, качество работ, содержание пути и ежедневные осмотры выясняет специально созданная комиссия. В Балхаша стартовал международный турнир по карате до шатакан в памяти заслуженного тренера балхашца Вячеслава Савкев. 180 спортсменов из России и городов Казахстана съехали, чтобы встретиться на татаме. В участниках юноши и девушки. Определять лучших будут два дня. Следили за боями и наши журналисты. Международный турнир по карате до шатакан стартовал в физкультурно-оздоровительном комплексе. На открытие в Балхаш приехали заслуженные мастер спорта России Исламудин Эльдарушев, президент Республиканской Федерации карате до шатакан, призеры и чемпионы Казахстана. Четвертый по счету турнир посвящен памяти заслуженного тренера балхашца Вячеслава Савкев. Искусство самообороны восьмилетний Алан Куаныш постигает третий год. Занятием карате юный спортсмен уделяет до четырех раз в неделю и имеет красный пояс. Алан неоднократно участвовал в областных и городских соревнованиях. В его копилке шесть серебряных и бронзовых медалей. Меня тренировал мой папа и тренер. Они меня тренировали в удары. Я хочу получить золотую медаль. Настроен очень серьезно. В участниках международного турнира юноши и девочки от 6 до 17 лет. Каждый бился на татами в своей возрастной и весовой категории. Спортсмены соревнуются в четырех видах программ. Кумите, ката, командное кумите и командное ката. Мы уже в четвертый раз проводим данный турнир в вашем городе, в Балхаше. Турнир проходит на хорошем организационном уровне. Оценивается техника исполнения, правильность исполнения. Уже бальная система. То есть уже баллы выставляют спортсменам. И уже после этого итоги вот этих показаний судей пятерых суммируются. И средние выводятся баллы. Определяется, у кого выше балл, тот победителем становится. Сегодня прошел первый день соревнований. На татами вышли спортсмены от 6 до 13 лет. Пока в командном зачете лидируют балхажские спортсмены. Основной итог международного турнира и имена победителей определят завтра. Акмарал Хасина, Руслан Сипен, Нуркен Медиа. На следующей неделе казахстанцев ждут длинные выходные. Дополнительный день отдыха принесет юбилей Астаны. Отмечать его будут 6 июля в пятницу. А значит, уикенды начнутся на день раньше и продлятся три дня. В пятницу, субботу и воскресенье. День столицы Казахстана утвердили в 1998 году. Однако раньше его отмечали 10 июня. С 2006 красным в календаре отметили 6 июля. Этот год для Астаны юбилейный, 20-й. На сегодня все. Следующий выпуск в эфире завтра в 20.15. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова